Здорово, комрады! Ну вот настало то время, когда мы решили объявить наконец-то акцию по снижению цен на определенные виды топоров Давно мы ее готовили Когда работаешь с оптовиками, но ты неволен порой в своих решениях По такой причине, что у оптовиков твоя продукция есть на складе Цены, которые, по которым они туда поступали, были обговорены заранее И снизить цену или повысить, ну повысить это не проблема на самом деле А вот снизить цену ты так просто не можешь Потому что они купили за определенную цену и хотят продавать тоже по той же цене, которая была обговорена заранее Вот, и при снижении цены от завода-производителя, получается, они в неловком положении, что продукция есть на складе Они не могут продавать по той же самой цене, потому что она у нас стала дешевле Ну мы же тоже продаем, но она стала дешевле И, соответственно, получается вот клин, что у нас дешевле, у них дороже И народ начинает спрашивать вопросы, почему так происходит И где-то вот с полгода назад мы просто, в принципе, перестали делать и оптовикам, в том числе Прекратили поставлять эту продукцию даже больше, чем полгода уже прошло И все было сделано для того, чтобы снизить цену на определенные виды топоров Ну, чтобы не быть голословным, скажем, вот топор-мастер Тот топор, который, как он назывался изначально Тесты выставлялись на канале Рускнаев Делались они герой Но я ссылочку там в конце поставлю, внизу видео Где и как все это происходило Вот, и изначально, когда мы начинали, для нас топор был довольно-таки сложный в изготовлении Да, и вообще, в принципе, топоры на момент запуска продукции Они были довольно-таки сложные в изготовлении для нас Все это как бы делалось, пробовалось И мы только начали понимать со временем Как же можно сделать все проще, легче, быстрее Да и навык появился, и оборудование, соответственно, появилось необходимое И один раз мы уже цены на них снижали То есть они были достаточно дорогими Цены один раз мы уже на них снижали Обговорились с оптовиками Было очень сложно, надо было вернуть часть прибыли Ну, и так далее, и тому подобное Вот Я о чем? Я о том, что со временем мы стали делать их проще И для нас это стало дешевле И один раз снизив цену, мы потом еще поработали И какой-то момент еще улучшились, еще упростились И мы решили снизить еще раз цену Вот, и для того, чтобы не мучиться и париться с оптовиками Мы просто перестали работать с оптовиками Для того, чтобы, ну и в том числе и по этой причине Чтобы регулировать цену, отрегулировать цены на сайте Чтобы они были более доступны, более интересные позиции для топоров Ну, а теперь технически небольшие характеристики топора Рукоять 50 сантиметров, конкретно этого топора Рукоять 50 сантиметров Достаточно тонкая лопасть у него Для такие универсальные плотницкие задачи Ну, и по тайге можно побродить, конечно Единственный минус этого топора То, что у него круглая голова То есть, круглова, конструкция вот такая То есть, она не плоская, она полукруглая Что-либо забивать ей будет крайне неудобно Вот Ну, она и не усилена никаким силовым обухом Нет площадки, не закаливается Поэтому, как бы, такая конструкция, как таёжная С нами уже перестала рассматриваться То есть, таёжники, это всё равно достаточно крепкая голова Для множества универсальных задач, допустим Что и в том числе и трос перерубить, да Краем обуха и кости перерубить, допустим И забить гвозди, забить колышек, там, попадку Строительные работы, лагерные Не будешь же в тайгу молоток, так сказать, правильно Вот это уже обсуждалось на форумах В том числе и на ганзе эта тема поднималась Вот, и поэтому По общему мнению и мнению охотников Что плоская голова должна быть Тем более, она немножко развешивает Развесовку топора, немного меняет Более интересную сторону Вот, и со временем мы стали гораздо меньше Ковать топоров с круглой головой Но Но, всё-таки Понижая цену на эту продукцию Мы, как бы, ставим её более доступной Для заказов, для людей Топор имеет те же самые свойства То есть, снаружи рубашка 45-я сталь Более вязкая, более, менее углеродистая То есть, она не закаливается, как таковая И сохраняет свои свойства В том числе и на морозе То есть, она держит силовик Силовик вставлен в середину Проварен кузичной сваркой Выходит на самую кромочку лезвия Поэтому, как бы, он находится в рубашке С более вязкой стали Закаливается силовик на 58 единиц ХРЦ Зонная закалка Тут, ну, в пределах От края спусков Ну, ещё сантиметра Два-три вверх То есть, зонная закалка Это, в общем случае, сантиметра Может, четыре, как бы, закаливается Поэтому топор, он, как бы, сам по себе Довольно-таки вязкий получается Здесь он не переламывается Вот так он не отламывается Ну, мы краш-тест показывали Могу даже ссылку там ещё раз поставить На этот ролик Краш-теста топоров наших Вот Как я и говорил Единственный минус этого топора То, что у него круглая голова Круглая голова И вот этот именно топор Я буду сейчас сам тестить Давно, как бы, хотел Мастера попробовать И в том числе, как потёс И для изготовления чаш, срубов Как рубить дерево Как колить дрова Всё это я покажу Этот топор будет самый дорогой Сейчас цену Даже могу назвать цену То есть, самый маленький Самый маленький По откову То есть, вот этот топорик Называется Егерь У него прямая рукоять Он самый, как бы, маленький Ну, как бы, конкретно размеры Я на сайте укажу Сейчас не буду там с рулеткой И Больше, чтобы более точно Всё это сказать Как бы, не буду всё это замерять Покажу, всё поставлю на сайте Все параметры Но он самый маленький По откову, по проушине Тоже с круглой головой Возможно, ставить вот такую прямую рукоять Возможно, ставить на него Изогнутую от Сайги Мини Который Ну, сороковая ручка Изогнутая Вот То есть, он будет доступен В двух опциях Это Вот с такой рукоятью С такой рукоятью Прямой И с рукоятью Более изогнутая Как бы, туристическая Далее идёт Следующий топорик Это Вот этот Раньше назывался Таёжник Название я сменю Поэтому То есть, тот этот Малый топор Малый топор Это средний топор Да, допустим А этот будет большой топор Как бы, его размер Относительно Все размеры Будут как бы В сводной таблице И можно будет посмотреть На этом топоре Будет сорок пятая рукоять Сорок пятая рукоять Ну, практически В этой комплектации Будет поставляться Ну, возможно Остановка на него Рукояти От Соболя Первого которого Ну, либо Пятьдесятый рукоять Можно поставить В принципе, ручкой Не проблема Поставить на него Какую-либо Вот такой топорик будет Ну, и, соответственно Мастер Те два я не буду тестить Мне это не особо интересно А вот эти Мастер самый большой Так сказать Тяжёлый топор На пятьдесятой рукояти Буду такие универсальные Тесты на него проводить То есть Попробую и то, и то, и то Посмотрим, как он работает Вот Теперь цены Цены То есть Вот этот топорик Вот этот топорик А где у него чехол-то? Вот у него чехол Вот с таким кожаным чехлом Чехол здесь вот Видите, как То есть тут Два наружных слоя Получается Два внутренних слоя Ещё, допустим Ставлено под лезвие Чтобы оно не пробивало Не прошивало кожу Заклёпано всё это На клёпки Клёпки стоят Таким образом Чтобы на них Сталь не выходила То есть на клёпки На них сталь не попадала То есть здесь есть Определённый слой Антипрорезайки Так сказать Который упирает Саму лезвию Застёгивается всё это На клёпки надёжно Для того, чтобы Топор был защищён Далее на неё идёт Матерчатый чехол И это будет стоить Четыре тысячи восемьсот рублей Такой топорик В полной комплектации То есть если мы убираем Матерчатый чехол Минус пятьсот рублей Это будет стоить Четыре триста Если мы убираем Если вы хотите Просто отков без рукояти Рукоять сделать самостоятельно Это ещё минус тысяча рублей Что получается Три Три триста Три триста Вот такой топорик В виде откова Ну и соответственно Чем больше комплектация Тем он будет подороже В полной комплектации Четыре тысячи восемьсот рублей Далее идёт топорик Таёжник Ну средний топорик Идёт на такой рукояти Более тяжёлый Он будет стоить У нас Пять пятьсот Пять пятьсот В полной комплектации То есть кожаный чехол Тканевый чехол И далее идёт Мастер Который будет стоить Шесть тысяч рублей В полной комплектации То есть кожаный чехол Тканевый чехол Вот Что касается цен То есть все будет приниматься через сайт Только через сайт То есть никакие там форумы и все остальное не работает То есть через них заказы не принимаю Номер заказа обязательно нужен Потому что они порой растягиваются И нужно чтобы четко я отслеживал По какому конкретно номеру заказа шло Потому что в заказе указывается и телефон И адрес доставки И все остальное Чтобы мне потом можно было сообщить Что топор готов Вы его можете оплачивать Я его высылаю Вот Что еще сказать По умолчанию точатся они на 35 угол То есть это спуски Спуски точатся на 20 угол Подводы на 35 угол То есть это такая наша универсальная заточка Для плотницких задач Тесты я отдельные тесты проведу По этому топору И посмотрим как он будет работать Но Особенность Особенность данной акции Это такая Как акция объявляется То есть снижение цен На определенные виды продукции Причем бессрочно То есть они так и будут снижены стоять Особенность будет в другом То есть если Почему мы как бы и не будем Даже если кто-то будет выходить И пробовать их брать Партии так сказать По несколько штук сразу Как бы Тут будет такая особенность Что скидок на них не будет вообще То есть мы сейчас поставили Максимально низкую цену Какую Какую мы себе можем позволить Потому что все таки Это как бы Ну не просто все равно Куется делается Все это Подгоняется Изготавливается И ту цену Какую максимально низкую Мы могли поставить На них Мы поставили И это означает Что дополнительных скидок На них не будет То есть какие-то там Как бы При взятии нескольких топоров У нас обычно Как бы Если несколько топоров берется Там какие-то скидки идут Допустим Снижение цены определенное То на них Она не будет распространяться То есть если этот топор Стоит 6 тысяч рублей В полной комплектации То он и будет стоить 6 тысяч рублей В полной комплектации И снижение цены На него не планируется И не предусмотрено Вернее Вот Что касается Установки Другой рукояти В принципе Это возможно В принципе Это возможно Без конечно Там бешеных изысков Допустим Какие-то там Если вы соберетесь Там какую-то спецручку На него поставить Типа там От лося Или что-то Типа того То соответственно Я попрошу предоплату Перед тем Как устанавливать Какую-то Совершенную рукоять На которой я Просто в чем проблема Что Если Будет какая-то Очень специфичная Ручка стоять А оплату я беру Только после того Как топор Изготовленный И вдруг Вы отказались Скажите Да что-то как-то Не получается Я не возьму А на него стоит Ручка от лося И в принципе Потом мне его продать Будет очень сложно И он зависнет Там быстро На складе Валяться До тех пор Пока кто-то Не захочет Такой же топор С такой же рукоятью То есть Если базовой комплектации То проблем нет И делаем без предоплаты То есть делаем Оплатите По факту изготовления Если же Какая-то будет Специфика У топора Совсем уж Какая-то загубенная Там да Которая Видится что топор Может зависнуть То в принципе Я попрошу предоплату Чтобы соответственно Потом Не пролететь И не оставить Топор себе На долгие годы Вот Что хотел сказать По этому поводу Вот сказал Снижение цен Есть Те кто заказывали До этого Кому я отказал Брать заказ По причине того Что будет снижение цен На них Что изменится Продукция Она немножко изменилась То есть продукция Немножко откова Доработались Мы сделали Большую выемку Здесь Немножко конфигурация Немного изменилась И в том числе На таежнике Вот так он стал выглядеть Племку не буду Разматывать Потому что Эти два топора Уже на продажу Пойдут С егерем вместе Егер-таежник То есть Эти топоры Уже В принципе Идут по заказу Вот Немного доработали Немножко выемка Здесь больше стала Топор стал Такой более интересный На мой взгляд Личный Вот И в принципе С этой конфигурацией Мы теперь будем Их Предлагать Для заказов Ну в конце Можно поговорить Мои личные Мои личные разговоры Мои личные Как бы Разговоры с людьми Кто пользуется топорами В чем же Принципиальная Как бы Возможность Использования топора Вот с круглой головой Обычно не ударной Да В чем принципиальное Отличие там Топоров с ударными обухами И насколько это будет Мешать или не мешать Допустим Ну и в том числе Я спрашиваю Чем же там топоры Отличаются Те же самые Хузгвар Допустим Отличаются От искорей И все остальное Вот Допустим Топоры с круглой головой Да Та же самая Фискарсом И в хузгварной Головой бить нельзя У них это запрещено По инструкции Да Так же получается То есть здесь То же самое Головой бить нельзя Это будет Ну как бы Не то что запрещено По инструкции Это будет просто неудобно Это и есть момент такой А так По личным наблюдениям По личным Как бы Уже тестам Пройденным Что топор с ударной головой Он имеет немного Другую развесовку То есть здесь Обух уже наращивается Он более толстый Более массивный И соответственно Вес топора Он ближе поднимается К рукояти Что лучше влияет На развесовку топора В работе При валке деревьев И все остальное Вот При плотницких задачах Я не скажу Что это Нас слишком сильно влияет Но какое-то Как бы Влияние оказывает Больше вес в голове Как у наших Допустим Плотников Да Там тоже есть Определенная Центровка Развесовка Вот Но в том числе В то же время Этот топор Позволяет Достаточно нормально Плотничать И тесты Это показывают Доказывают Посмотрите Ссылку внизу На форум Где Гера его тестировал Поэтому Как таковая Эта конструкция Имеет право На жизнь Имеет право На жизнь И раньше Мы такие топоры Очень много ковали Очень много Их брали оптовики И сейчас Я думаю Мы продолжим Эту Эпопею Сковка Этих топоров С предложением Их на Свободную продажу Так сказать Но уже В новой цене В новом качестве В новом формате То есть Они станут Более доступны Для тех людей Кто хочет Попробовать топор Как они Наши топоры В деле Работают И Может на подарок Кому-то Может для себя В машину Пользуются Два раза в год На пикнике Что-нибудь Расколоть И Покупать Сильно крутой топор Неохота Бросил его в машину Возит Постоянно Вдруг Ствол упал Что-то надо Разрубить Кто на природу Выезжает Или там Завалить сушинку В том числе Допустим Но Как бы Для не сложных Не глобально сложных Задач В принципе Они вполне себе Подходят Поэтому Буду тестить Буду показывать Вроде погода Наладилась Поэтому надо Заняться И партию большую Мэтту Которую тянули Закончили Надо заняться Дальнейшими тестами Тем более Накопились И в принципе Есть Появилось опять Желание Этим Заниматься Вот Много чего Наговорил уже Акцию объявил Снижение цен Пожалуйста Заказывайте Будем ждать Будем исполнять Ну Как бы В порядке Общей очереди Конечно Сейчас уже Начало августа В принципе Начал брать Заказы на октябрь Поэтому Те кто готовы Подождать Мы для вас Скуем Данный вид Продукции Всем счастливо Счастья вам Здоровья Удачи По жизни Первый тест Топор Мастер Это колка Небольших Полиньев Небольших Чурбаков Для Ну допустим Там На пикнике Или еще Где-то Допустим Вам надо Поколоть Дровишки Как это Будет работать У меня есть Именно Такие Небольшие Дровишки Сейчас Попробуем Поколоть Круги между Сучков На сучков Не попадаем И колет Он после Этого Нормально Как раз Таки Залип Сучок Вот Когда Не знаешь Тут Сучки Вот Кедрушка Молодая Сучки Все по кругу Прям идут Когда Не уверен Где они Идут Просто Можно Разрубить Вот таким Образом То есть Так Вы Мимо Сучка Всегда Пройдете Возьмем Чуть Более Потолще Вот Такую Такой Стволик Попробуем По кругу Обколоть Немного 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 Это топорик не колон, но в принципе можно колоть. Так сильно он не залипает, видите. Я рублю без подворота, просто напрямую. Не подворачиваю, просто как обычные люди рубят. Так, а если рубить с небольшим подворотом, вот тоже такая чурка, сучковатая. И рубить будем, немного заворачивая его. Вот так. Раз. Когда идут разговоры о том, что, ну, типа, таежный топор должен, типа, ну, так быть устроен, что колоть без проблем там все остальное. Тут я могу так сказать. В принципе, если у вас таежный топор только колун, ну, возможно. Но в тайге колоть дрова это только часть работы, небольшая часть работы. И такой должен топор быть хорошо тесать, хорошо рубить, перерубать стволы и, как бы, ну, и всякие разные подсобные работы делать в том числе. И просто колоть дрова, это колун. Толстый, с толстой лопастью, с хорошо колющей дрова. Вот. А для того, чтобы нормальный таежный топор был, он должен, как бы, и в том числе и дрова колоть, но, по большей части, не этого специфика. И просто есть разные методики для того, чтобы удобно, эффективно было колоть дрова, в том числе и с не толстой лопастью. Ну, об этом я подробнее попозже остановлюсь.